МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Современная педиатрика". Это цикл видеотиалогов с участием ведущих педиатров России, заведующей кафедрой педиатрии имени Академика Спиранского, заслуженного врача Российской Федерации Ирины Николаевны Захаровой и ее гостей, ведущих педиатров и неонатологов России. Ирина Николаевна и ее гости, друзья и коллеги уже несколько десятков лет. Они с энтузиазмом продолжают дело Спиранского по совершенствованию непрерывного образования педиатров в нашей стране. Дорогие врачи, присоединяйтесь. Мы ждем ваших вопросов и комментариев. Дорогие коллеги, друзья, сегодня мы хотели поговорить о пищевом программировании и о влиянии питания на здоровье ребенка. И мы будем сегодня общаться с профессором Ревякиной Верой Афанасьевной, которая руководит отделом аллергологии при Институте питания. На сегодняшний день это называется Федеральный исследовательский институт питания и биотехнологии пищи. Вера Афанасьевна является не только аллергологом, но и педиатром, поэтому она как аллерголог видит очень часто все те ошибки, которые допускают мамы при выращивании здорового ребенка. Уважаемые коллеги, на протяжении последних 20 лет мы говорим о 1000 днях, ну а на протяжении последних 30 лет мы говорим о пищевом программировании. Вообще гениальная была идея, которая отработана в огромном количестве исследований, о том, что питание ребенка в раннем возрасте, еще во внутриутробном состоянии, влияет на его дальнейшую жизнь, на здоровье, на качество жизни. Поэтому на сегодняшний день мы все больше и больше говорим о влиянии эпигенетики. И знаменитый Питер Медовару в свое время лауреат Нобелевской премии, он на этот счет написал очень интересную такую ключевую фразу, которая цитируется везде – «генетика предполагает, а эпигенетика располагает». И вот гениальная фраза, которая у него шла, о том, что наши клетки обладают памятью, они помнят даже то, что ели наши бабушки и дедушки. Вера Фанасьевна, вы помните потрясающее исследование, которое было проведено в Лейденском университете на примере той голландской зимы 1944-1945 годов в результате продовольственного эмбарго. То есть там был голод. И в принципе калорийность еды, которую ели беременные женщины, это было 600 с небольшим калорией. Да, проанализирована была судьба 2414 детей, которые были рождены в эти годы. И в 1996 году было оценено их состояние здоровья. Что было отмечено? Они все оказались маленькие, они оказались чаще страдали болезнями сердца и сосудов, сахарным диабетом и ожирением. Бастин Хеймас, который является молекулярным генетиком-эпидемиологом из Лейдена, он провел генетический анализ переживших вот эту суровую зиму, и оказалось, что инсулинофактор роста у них был дефектный, он контролируется эпигеномом, и он является главным медиатором раннего развития организма. И вот в результате исследования уже такого детального 60 человек, которые подвергались внутриутробному голоду, мамы действительно съедали 667 калорий в сутки, и оказалось, что вот у них последовательность ДНК была уязвима во время метоза, и у них вот как раз был дефект на этот инсулиноподобный фактор роста, и это всё сохранилось на многие годы. Ну и итог этого исследования, который был проведён в Нидерландах, было показано, что у них чаще реализовался в жизни сахарный диабет, атеросклероз и метаболический синдром. Поэтому, конечно, спустя десятилетия можно это обнаружить на модели вот этого голландского голода. Но мы понимаем, что и избыточное питание матери во время беременности тоже оказывает влияние. Вера Афанасьевна, поскольку Вы работаете в нашем замечательном институте по старому питанию, всё-таки какое питание, какие рационные питания сегодня рекомендуют официально нашим беременным женщинам? Нужно ли пить молоко с позиции аллерголога, там, где есть риск аллергии, не нужно пить молоко? Или какое молоко можно рекомендовать? И вообще, какое рационное питание беременной женщины? Елена Николаевна, Вы очень подняли такой вопрос, который сейчас широко обсуждается, он носит дискуссионный характер. И, конечно, питание имеет колоссальное значение. Оно всегда имело колоссальное значение, а сегодня как никогда. Потому что именно с помощью питания мы формируем здоровый образ жизни. Это действительно так. И кроме того, то, что Вы говорите о том, что факторы внешней среды влияют на геном человека, и питание, в первую очередь, влияют на экспрессию генов, потому что именно от влияния питания на экспрессию генов зависит синтез тех или иных, то есть изменение тех генов, которые будут ответственны за развитие тех или иных заболеваний. Это очень важно. Поэтому сейчас питанию придается огромное значение, поскольку появляются новые продукты питания с различными добавками, и еще не известно, как они еще действуют на эту экспрессию генов. И поэтому на сегодняшний день такая наука, как нутригеномика, как раз и занимается влиянием питания на экспрессию генов. Это очень важно. Я знаю, что у Вас даже есть исследования. Да, есть исследования, и это новое направление. Думаю, что это перспективное направление. Но потом позволит нам программировать действительно пищевое поведение, и пищевое поведение, и программировать наше питание для того, чтобы снизить количество тех заболеваний, которые на сегодняшний день мы имеем. Это элементарно зависимые заболевания, связанные с сахарным диабетом, и ожирением, и в то же время пищевой аллергии. Вот то, что касается пищевой аллергии. Конечно, здесь мнения о влиянии питания на развитие аллергии постоянно меняются, потому что одно время считали, что беременная женщина должна ограничивать себя в приеме определенных продуктов питания. Потом эта гипотеза поменялась. Сейчас говорят о том, что нет, наоборот, беременная женщина должна есть, и ни в чем себя не должна ограничивать. Я бы не согласилась с это, касающейся проблемы пищевой аллергии, потому что все-таки беременная женщина, если она имеет отягощенный аллергологический анализ, она должна соблюдать рациональное питание. По поводу коровьего молока или козьего молока, может ли она применять во время беременности или нет, тоже нет таких, в общем-то, стандартов. Но, тем не менее, те исследования, которые были проведены у нас в стране и за рубежом, они показали, что если беременная женщина в третьем, в триместре, употребляет коровье козье молоко, причем не цельное козье молоко, а на основе новозеландского козьего молока, есть такая смесь Амалтея, они показали, что есть возможность формирования оральной толерантности у будущего ребенка. Почему именно остановились на этой смеси? Потому что все-таки смесь является сбалансированной, она относится к натуральным смесям, она имеет источник легкоусвоемого кальция, что важно для беременных женщин. Кроме того, она имеет сбалансированный состав витаминов. Это тоже очень важно для беременных женщин, потому что, опять же, она отвечает не только за себя, но и за будущего ребенка. Ну и кроме того, использование этой смеси Амалтеи, как показали, опять же, научные исследования, она поддерживает здоровую микробиоту матери. Вы знаете, что микробиоте сейчас придается огромное значение, поскольку она участвует и в формировании иммунной системы ребенка, и в поддержании, конечно, вот этого здорового образа жизни. Ну и очень важно, конечно, те исследования, опять же, я ориентируюсь на те исследования научные, которые были проведены, они показали, что если мама имеет отягощенный аллергологический анамнез, то использование как раз Амалтеи в третьем триместре, оно способствует все-таки и формированию оральной толерантности, и снижению количества больных, страдающих. Происходит сострочка развития симптомов атопии у этих пациентов. Ну, а может быть, она бы и не разобьется, потому что нет такой отягощенности в семье. То есть разные варианты. Мы понимаем, может быть, папа с мамой оба атопика, и сегодня мы видим, что папа и мама не атопики, а аллергия всё равно развивается, но нынешний тренд. Поэтому в лёгких вариантах её может и не развиться. Если касается Амалтеи, какое количество её можно выпить с беременной женщины? Ну, опять же, я хочу сослаться на те исследования, которые были проведены, где говорится о том, что женщина должна употреблять именно Амалтею в течение суток не больше 300-400 мл. Это достаточно для того, чтобы получить, в общем-то, весь необходимый, как говорится, набор кальция, и белка, и витаминов. Этого вполне достаточно. Но это не считается как бы переизбытком. Достаточно. 300-400 мл в сутки. Там, где нет аллергии у ребёнка, родившегося, для поддержания лактации до 600 мл можно использовать. Можно, да. Можно до 600 мл. Ну, а если ребёнок потенциальный аллергик, то первые три месяца жизни для минимизации риска аллергии, пока идёт формирование микробиота, мы всё-таки молочные продукты исключаем. Там, где высокий риск, или первое проявление аллергии есть. Ну, я хочу сказать, что сейчас очень чётко разработаны критерии, кого мы можем относить к детям атопиком. Вот. Поэтому, если, например, врач или, например, мама знает, что ребёнок атопик, он находится в этой категории, он находится в группе повышенного риска, здесь, конечно, необходимо соблюдать определённые, как говорится, принципы и в диете, и тоже, как и беременной женщине. И не нужно переедать, и не нужно ребёнка держать на голоде. Здесь тоже очень это важно. Ну, и с особой осторожностью относиться к детям, родившимся путём кесарево сечения. Да. Потому что они потенциально аллергики. Они потенциально аллергики. Ещё вот последние данные, которые приводят в Всемирную организацию здравоохранения, количество кесарево сечения увеличилось до 50%. Это колоссально. У бразильянцев 80%. Ну, у бразильянцев, да, но это колоссальные цифры, и, конечно, они настораживают, потому что, если существует прямая связь между развитием пищевой аллергией и кесарево сечения, конечно, это вызывает очень серьёзные опасения, что мы не только не уменьшим количество детей, страдающих аллергическими заболеваниями, наоборот, мы их увеличим. Но это один из таких очень серьёзных факторов. Вера Афанасьевна, на рынке огромное количество смесей, и мы рады, потому что, к сожалению, всё равно процент грудного вскармливания, ну, в целом не превышает 40-60% до 6-месячного возраста. Поэтому мы хорошо знаем, что хорошо, что есть смеси, и они всё становятся лучше. И у нас есть помимо смеси на основе коровьего молока, смесь на основе козьего молока. Ну, вот мой третий внучок, Филиппок, которого не повезло с длительным грудным вскармливанием, он ел смесь ныне. Вера Афанасьевна, что же такого особенного есть в этой смеси, почему мы её выбрали? Ну, во-первых, я хочу сказать, что смесей очень много, действительно. Они предназначены либо для смешанного, либо для искусственного вскармливания. Поэтому сейчас мне хотелось бы остановиться на таком факте, что сейчас уже их не называют как заменители грудного молока, потому что действительно нет таких смесей, которые бы полностью соответствовали грудному молоку, а именно их сейчас называют детскими смесями. Смеси на основе коровьего молока, смеси на основе козьего молока, смеси на основе растительных белков. Их огромное количество. И, конечно, врачу нужно ориентироваться в этих смеси, знать, чем они отличаются друг от друга, и, конечно, находить соответствующие показания для назначения даже среди тех здоровых детей, которые мы наблюдаем. Если мы рассмотрим смеси на основе козьего молока, они тоже неоднородны. Потому что есть, например, смеси на основе европейских коз, а есть смеси на основе новозеландских коз. Они, в принципе, существенно отличаются друг от друга и отличаются именно белками, входящие в состав этих смесей. Но если мы рассмотрим, например, европейские козы, они тоже зооанинские козы, у них определенный полиморфизм генов, и они ответственны за синтез определенных белков. Если мы рассмотрим, например, зооанинские козы, но новозеландские, у них совершенно другой полиморфизм генов. Что это? К чему это приводит? Например, в новозеландском козьем молоке отсутствует, есть, например, такой ген, как СН1С1, который кодирует такой белок, как α-S1-козин, который обладает аллергенными свойствами. Поэтому существуют, например, сильные аллели, слабые аллели и средней степени активности аллели. Вот в европейских козах все-таки присутствуют сильные аллели, и это приводит к тому, что там большее содержание α-козеинов. А в новозеландских козах там присутствует все-таки меньше α-S козеинов, там присутствует β-козеина. И вот за счет вот такого, как говорится, состава козьего молока, они обладают более сбалансированным, как говорится, можно сказать, составом. И что касается нэни, как раз нэни приготовлено из цельного новозеландского молока. Кроме того, в чем еще отличие? То, что это натуральное молоко, специальное такое производство этого молока, где, например, сохраняется молочная структура и молочного жира, и те функциональные компоненты молока, которые присутствуют в натуральном молоке. А если мы возьмем, например, европейских коз, там сначала все забирают, все забирают, такая технология производства, а потом постепенно добавляют, например, премикс витаминов, или премикс, например, микроэлементов. То есть его обогащают. Есть технологии разведения. Да, есть технологии разведения. Но на сегодняшний день мы имеем 4 формулы смеси нэни. Одна формула называется классика. Она используется у детей с рождения до 12 месяцев. Затем есть нэни-1, которые применяются у детей от 0 до 6 месяцев. Нэни-2 от 6 месяцев до 12 месяцев. Нэни-3 применяется у детей с 12 месячного возраста. И вот сегодня мы уже имеем 4 формулу нэни-4, которая будет предназначена для скармливания детей с 1,5 лет или с 18 месяцев жизни. Кроме того, состав еще чем отличается? Туда добавляются пребиотики, которые участвуют в формировании, опять же, кишечной микробиоты. И тем самым мы, опять же, влияем на иммунную систему. И этим тоже отличается от других смесей, которые предлагаются от других производителей. Тоже большое количество исследований было проведено, особенно те исследования, которые были проведены в Новой Зеландии, которые показали, что использование нэни у детей здоровых, которые находятся на искусственном скармливании, у них наблюдается более высокое гармоничное и интеллектуальное развитие. То есть они хорошо развиваются в физическом плане, у них высокий интеллектуальный уровень. Именно на тех детях, которые получали смеси на основе новозеландского козьего молока. Прекрасные продукты для скармливания здорового ребенка. Мы их назначаем детям при отсутствии признаков аллергии. И, может быть, в ряде случаев некоторые минимальные пищеварительные дисфункции, связанные с морфофункциональной незрелостью, они на этой смеси тоже, в общем, нивелируются. Такие исследования тоже есть. Да, они тоже приводятся, особенно из Новой Зеландии. Такие исследования были проведены. Проведены были такие исследования и у нас тоже в России. И если действительно у ребенка имеются минимальные функциональные нарушения со стороны ждустно-кишечного тракта, то именно использование этой смеси у этих детей приводило, в общем-то, к положительному эффекту. Опять же, к уменьшению тех клинических симптомов со стороны ждустно-кишечного тракта. Поэтому сейчас эти смеси можно спокойно использовать в такой категории пациентов. Ну, не пациентов, а детей, имеющие дисфункции. Моему его внучку сейчас полтора года, он продолжает есть смесь старше года, и мы надеемся, что он будет есть ее, и перейдем потом в будущем и на четвертую. Если отмечается высокий IQ на таких смеси, то я думаю, что ваш внук достигнет очень высоких показателей в будущем. Пока мы будем надеяться, только мы его не тестировали, но нам все пока нравится. Есть тенденция в мире, чтобы не кормить цельным натуральным молоком до трехлетнего возраста. Поэтому в ближайшее время появится на рынке вот эта формула, которая с полутора лет, и надеюсь, что наш филиппок будет есть ее в ближайшее время. Дорогие коллеги, мы хотим с вами попрощаться, поблагодарить вас за внимание, и надеемся, что вы будете и дальше быть нашими слушателями, а мы вам готовим очень много интересного. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Николаевна, за очень интересный диалог, касающийся питания, потому что питание сейчас имеет колоссальное значение именно на формирование здорового образа жизни. Мы должны питаться правильно, чтобы не болеть. Спасибо. Ассоциация педиатров благодарит компанию Бибиколь за поддержку данной передачи. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...